Сегодня поговорим про психологических вампиров. Что это за люди? Это те люди, после общения с которыми вы чувствуете свою подавленность, опустошение, низкую самооценку и отсутствие веры в себя. Может быть один всего лишь контакт и из позитивного такого эмоционального состояния вы снижаетесь до нуля, до опустошения. Причем психологические вампиры могут быть разными людьми. От, начиная от хладнокровных таких психопатических личностей, неэмпатичных, не сочувствующих, заканчивая веселыми, казалось бы, позитивными шутниками, но почему-то после шуток которых вы чувствуете себя очень неприятно, словно вы облиты грязью. Важное правило для того, чтобы определить, кто рядом с вами, психологический вампир или нет, это отслеживать свое состояние. Это первый критерий, потому что, быть может, вы много устаете и у вас может быть такое субдепрессивное состояние, не потому что у вас большая активность и много всего свалилось на вас, а просто потому что в вашем окружении начальник, подруга, супруг или супруга, или еще кто-то, и даже ребенок может быть психологическим вампиром и словно поджирает вашу энергию. Но справедливости ради хочется сказать, что на самом деле нет такого термина психологический вампир. Мы все в той или иной степени даем друг другу энергию и забираем, но с кем-то вам легче общаться и комфортнее, а с кем-то вы просто проходите в комнату и словно топор можно вешать в воздухе, такая гнетущая атмосфера, что любому другому живому человеку становится там тяжело. Важный еще момент, что когда вы будете сейчас слушать разные типы психологических вампиров, возможно, вы почувствуете, что что-то откликается и про вас. Это нормально, поймите, что мы тоже можем вампирить энергию, но сделайте выводы, почему это происходит. И второй важный момент, что, быть может, проблема не в тех людях, а в какой-то вашей психологической боли, в каком-то слабом уязвимом месте, именно которое люди нажимают интуитивно, специально или не специально, вызывая вас на эмоции. И решение здесь будет именно в том, чтобы освободить себя от этой психологической травмы, боли, которая является такой точкой соприкосновения, слабым местом, на которое нажимают люди психологические вампиры. Итак, давайте подробнее разберем каждый из этих типов. Первый тип это вечная жертва. Это тот человек, который постоянно сливает на вас свои проблемы. Звонит по телефону, либо в каком-то коротком разговоре он говорит о том, как жить плохо, как все ужасно, какие у него проблемы, какие плохие люди его окружают. То есть поймите, у него основная цель слить как можно больше негатива на другого, для того, чтобы те люди попытались решить какие-то проблемы. Быть может, вы это и делаете, выслушиваете часто, предлагаете какие-то решения, но в ответ на это вы слышите, да, конечно, но у меня не получится это потому что, да, конечно, но у меня не получится это по той причине. И вы чувствуете себя опустошенным, потому что вы хотите помочь человеку, а он не принимает вашу помощь. Поймите, этот человек именно застрял в позиции жертвы, потому что он получает свои психологические скрытые выгоды. И это состояние очень комфортно с одной стороны, потому что здесь можно ничего не делать, можно жаловаться, можно чувствовать себя слабым, можно получать психологическое поглаживание в виде заботы и комфортного, приятного отношения от друзей, близких и тех, кто старается помочь. Как не сливать энергию этому типу психологических вампиров? Поймите, что такое поведение, такое состояние этого человека, это его осознанный выбор. Да, он в нем застрял, да, возможно, ему действительно больно, но не настолько больно, чтобы исправлять эту ситуацию, потому что, когда человеку действительно хочется исправить ситуацию, он хватается за любую соломинку для того, чтобы это сделать. И вы имеете полное право ограничить общение с этим человеком, либо продолжать общаться, но говорить, слушай, давай что-нибудь хорошее, я на диете хороших новостей, есть что-нибудь хорошее в твоей жизни? Но, как правило, этих людей сложно переделать, и они ищут себе другую жертву, другое мусорное ведро, в которое они могут сливать свой психологический мусор. Имейте это в виду. Следующий тип психологических вампиров — рептилии. Это люди, которые, как правило, очень неэмпатичные, они очень расчетливые, они не сопереживают, не чувствуют эмоции, сильные эмоции, такие как вы, они не чувствуют эмоции страха практически совсем. Это люди крайней степени, которые могут принимать очень взвешенные, осознанные решения в очень эмоциональной стрессовой ситуации. Это их сильная сторона. Но если этот человек внутри, манипулятор, если у него есть садистические наклонности, даже неосознаваемые ими, то в коммуникации с ним вы будете чувствовать себя таким кроликом, который взаимодействует с удавом. Он может очень легко манипулировать вашими чувствами, эмоциями, он может делать такие шаги и действия, которые будут вызывать у вас оцепенение. То есть в прямом смысле слова рядом с этим человеком, возможно, вам будет просто страшно даже просто сидеть и говорить. Как правило, эти люди нередко занимают руководящие должности. И идя к начальнику на ковер, к такому начальнику, вы уже сливаете очень много энергии, просто обдумывая эту ситуацию, переживая по этому поводу. И эти люди хороши, у них есть определенные сильные стороны, как я уже сказал, в бизнесе, в переговорах, в руководящих должностях, где-то в армии, где-то в силовых структурах. У них есть для этого, скажем так, биологическая предрасположенность. Но в коммуникации с таким человеком бывает очень тяжело, очень сложно, потому что ты словно взаимодействуешь с машиной, с роботом. Но здесь же лежит и решение, как не сливать энергию таким психологическим вампирам. Первое, это, конечно же, поймите, что эти люди по природе своей испытывают гораздо меньше эмоций. Ну, не они плохие, а природа их создала такими менее эмоциональными, более психологически, возможно, устойчивыми. И второе, это взаимодействуете с ними действительно, как с роботом. Выключите все свои эмоции, оставьте их где-то за дверями кабинета, если вы общаетесь, например, с начальником или с коллегой, и взаимодействуйте только по делу. Сухо, конкретно, ничего личного, только бизнес. Это позволит вам уберечь от лишней коммуникации, в которой этот человек может легко манипулировать вашими эмоциями, чувствами, и вы будете чувствовать напряжение. Но, конечно же, самый лучший совет — это избегать такого общения, если такая возможность есть. Также рекомендую вам посмотреть мое видео про психопатов. Это крайняя версия таких манипуляторов, таких психологических вампиров, как рептилии. Посмотрите видео по этой ссылке для более подробного детального ознакомления с ними. Следующий тип психологического вампира — это тот, в ком сложнее всего заметить психологического вампира, так называемые приколистые. Почему? Потому что у них часто на лице улыбка, много шуток, смеха. Но если вы заглянете в их глаза, то там редко присутствует сопереживание, эмпатия, сочувствие. Это могут быть такие очень колкие шутки, какие-то замечания, сарказм, приколы, от которых весело ему, но больше очень мало кому. И именно в те моменты, когда вы страдаете психологически от его шуток, от его подколов, именно в эти моменты психологический вампир получает от вас энергию, вот эту энергию страдания. А если же вы еще и обидитесь на его шутки, то он скажет, ты что, шуток не понимаешь, что ли? Это же просто шутка. И в компании с таким человеком всегда чувствуешь этот дискомфорт, что в любой момент тебе может прилететь что-то от него или от нее в неожиданный момент. И поэтому постоянное напряжение тоже заставляет вас терять свою психологическую энергию. Как не отдавать ее в компаниях с такими людьми? Ну, во-первых, понимайте, что мы обижаемся только на то, с чем мы внутренне согласны. То есть внутренне вы можете даже поблагодарить этого человека за то, что он подсветил то, что вы не принимаете в себе, то, что болит, то, что неприятно. Это как раз те, возможно, непроработанные травмы и непринятие себя. И постепенно развивая свою здоровую самоиронию, понимание, что да, я вот такой вот человек, у меня есть плюсы, у меня есть минусы, у меня есть сильные стороны, слабые стороны. Вы становитесь неинтересны для такого приколиста, потому что ему, еще раз, важно видеть небольшие такие страдания в глазах человека на его шутки. Если хотите, это такой скрытый, садистический немножко подход. Но человек, как правило, конечно же, в этом не отдает себе отчета. Следующий тип — это нарцисс-всезнайка. Я думаю, вы уже много слышали про нарциссов. Да-да, это именно те люди, рядом с которым ты чувствуешь себя самым глупым, самым некрасивым, самым ужасным, самым несовременным, немодным, ну и еще много чего всего. Потому что этот человек умеет очень тонко, а иногда очень даже грубо и ярко, но показать, что он здесь самый умный, самый главный, самый красивый, намекая о том, что вы все недостойны его или ее внимания. И этот человек часто перебивает в компаниях. Он вылазит на первое место, потому что основная его потребность — быть во внимании. Он может обесценить какие-то ваши достижения, ваши внешние проявления. Да, причем это может быть через так же, через какую-то шутку, через замечание, через какой-то вроде даже комплимент, но который почему-то себя укалывает. Для того, чтобы нарцисс чувствовал вот это превосходство, потому что именно в этот момент он получает свою энергию от вас, видя, что вам неприятно, что он лучше, чем вы, и психологически себя поглаживает таким образом. Как не сливать энергию с таким типом психологических вампиров? Поймите, что вам не нужно сравнивать себя с ним. Этот человек внутри глубоко болен. Ему очень тяжело и больно, но очень где-то глубоко. Не старайтесь его понять, тем более исцелить. Он сам, возможно, даже это не понимает. Но при работе в терапии с таким клиентом он будет обесценивать терапевта, его достижения, его труд. Иногда возвеличивать, а потом с пьедестала сбрасывать, потому что это то, чем он питается. И ваша задача потихоньку, полигоньку вырабатывать безусловное самопринятие, такой, какой вы есть человек-личность. Поймите, что вы окей, с вами все в порядке просто по факту своего существования и рождения. Эти люди функционируют в системе, когда им важно доказать, если у тебя нет этого, если ты это не сделал или не обладаешь такой внешностью, машиной, женой, мужем или еще чем-то, значит ты ничтожен, значит ты права на существование не имеешь. А таким антидотом для этого будет понимание о том, что со мной все окей, со мной все в порядке просто по факту своего существования. Я уникален просто потому, что я есть в этом мире. И эта установка поможет вам стабилизироваться в коммуникации с таким человеком и не отдавать свою энергию. И завершающий тип в нашем сегодняшнем разборе — это манипуляторы. Это люди, которые, кажется, с рождения научились добиваться своего через манипуляции, шантаж, подкуп психологический и таким образом выводя вас на разные эмоции, делать так, чтобы вы хотели выполнить их просьбу, приказ или манипуляцию. Они могут использовать очень жесткие такие пробивные манипуляции серии «Ну ты же моя лучшая подруга» или там «Ты моя жена, ты мой муж, как я могу только рассчитывать только на тебя, возвеличивая» или «Ну да, я была тебе, или было тебе лучшего мнения, чем ты есть на самом деле». Таким образом, вызывая у вас бурю эмоций, негодования, скрытой агрессии, ярости, именно это дает возможность подпитаться вампиру. Но при этом, как побочный хороший продукт, получить то, что он от вас хочет. Что здесь вам поможет? Во-первых, я рекомендую посмотреть мое видео по работе с манипуляциями, как противодействовать манипуляторам и манипуляциям. И начинайте отслеживать свои эмоциональные состояния. Поймите, что если вы что-то делаете, но внутри вас что-то сильно протестует, то, скорее всего, вы стали жертвой манипуляции. И здесь себе нужно отдать отчет и ответить на вопрос «Я это делаю почему?» Потому что мне нужно создать какое-то хорошее впечатление, потому что мне важно не расстроить этого человека, или потому что я действительно хочу это сделать, и мне он дорог, близок, и мне комфортно в общении с ним или с ней. И тогда вы будете лучше осознавать, какие эмоции у вас внутри, что я чувствую, что я хотел бы чувствовать, и почему эти эмоции у меня рождаются в момент общения с данным человеком. Вот эта осознанность позволит вам лучше контролировать, что происходит. Ну и чаще используйте вопрос «Ты с какой целью мне это говоришь?» «Ты хочешь меня на эмоции вызвать? Ты хочешь, чтобы я сделал что-то?» Или для чего? С какой целью? Задавая вопросы, неудобные, вскрывая манипуляции, вы будете на какое-то время хотя бы брать инициативу в свои руки и как бы обнажать манипулятора. Они это не любят, они будут юлить и хитрить. Есть, конечно, профессионалы, которых ничем не проймешь, и лучше от них держаться подальше, но, как правило, таких бытовых манипуляторов вы сможете таким образом поставить на место. Итак, психологические вампиры — это, как правило, те люди, которые давят на ваши болевые точки, на ваши психологические травмы, вызывая у вас эмоции, потому что именно в этот момент они ими подпитываются и компенсируют свои дефициты. Да, как я уже говорил, это, как правило, но бывают исключения, это все-таки глубоко несчастные люди, которые воспитывались в отсутствии любви, в агрессии, как правило, либо в очень большом всепотакании и вседозволенности, но вам, эмпатичным людям, которые перешли на это видео, которые смотрят, которые сопереживают, не нужно об этом задумываться, потому что если вы будете думать о том, что я исправлю психологического вампира, я его вылечу, вы, как правило, будете только сильнее увязать в этих зыбучих песках. Забудьте эту идею, потому что люди такие, приходящие даже на терапию, желающие измениться, далеко не у всех это получается, потому что действительно нужно будет сталкиваться с неприятными, дискомфортными для себя моментами, признавать их, испытывать разные чувства, такие как чувства стыда, непринятия, и не все к этому готовы. Лучше займитесь своим психологическим здоровьем, своей опорностью, своей стабильностью, своей устойчивостью в разных моментах. В каких-то ситуациях лучше избегать такого общения, а в каких-то поймите, что да, этот человек показал мне мои слабые стороны, да, почему я так сильно завишу от мнения окружающих, или да, почему я так сильно легко подвергаюсь манипуляциям. И это будет хорошим зеркалом для вас самого, чтобы увидеть свои несовершенства психологические, которые, укрепив, вы можете стать более целостной, более стойкой личностью, и не поддаваться психологическому вампиру, не быть для него донором. Я искренне желаю, чтобы таких людей в вашем окружении было меньше, ну а если они есть, пусть они станут для вас теми самыми учителями, показывающими там, где вы можете стать еще сильнее, развить себя, и стать более мудрой, зрелой личностью, взрослой и осознанной. Искренне вам этого желаю, до встречи в новых моих видео, подписывайтесь, ставьте лайк и колокольчик, ставьте дизлайк, если вам что-то не понравилось, и пишите, пожалуйста, комментарии, я стараюсь все их прочитывать, для того, чтобы четче реагировать на ваши замечания и ваши пожелания. До встречи в новых видео.